Мы приблизились к такой ситуации, что развития практически нет. Да почему нет? Да потому что нет земли ни для жилищного строительства, ни для промышленного строительства. Но нет у нас в Сибири, в России, в Барауле и в Алтайском крае еще тем более нет земли, как оказалось. Кризис или новый рывок – очевидная проблема застройщиков и властей в последние годы земля под строительство. Но помимо этого, сегодня город сталкивается с еще одной проблемой – обеспеченность инфраструктуры, инженерной и социальной. Учитывая вот эти большие объемы многоквартирной застройки, мы понимаем, что социальная инфраструктура в чистом виде ее теперь догонять не может, поскольку требуются очень большие деньги, очень большие затраты, бюджетные расходы на обеспечение всего, что построено социальной инфраструктурой. Уже построенного. И построенного еще, к сожалению, из того, что строится, и того, что будет строиться социальной инфраструктурой. Детские сады, школы, ну и, наверное, так, объекты здравоохранения. На круглом столе в сибирской медиагруппе Иван Гелев также сообщил, что рядом с Барнаульским аэропортом разыгрывают почти 80 гектаров земли под многоэтажки. Два крупных участка будет разыгрывать госкорпорация «Дом РФ», что известно о предстоящем аукционе на 40 гектаров земли. Участок расположен в 13 километрах от центра города на крупнейшей магистрали Павловский тракт в 4 километрах от аэропорта Барнаул. К 2025 году улицу планируют сделать новой центральной магистралью города. Уточняется, что речь идет о комплексном развитии территории. Теперь новое жилье, определяет закон, должно появляться одновременно с инженерными сетями, дорогами и социальными объектами. Как будет работать этот механизм в нашем регионе, пока непонятно. Но многие уверены, такой подход не должен ложиться на плечи только застройщиков. Сюда можно и нужно вовлекать госструктуры всех уровней. Говорить сегодня, что мы сегодня, касаясь земель Дома РФ, мы сегодня все вопросы решим, отдав их сегодня в частные руки. Но это просто глупость и по-другому я ее не назову, потому что мы очередную проблему получим для города, для края в том числе. На встрече также обсудили перспективы потока, в котором ветхие дома смогут расселять за счет застройщика. Администрация города завершает подготовку проекта комплексного развития территории района. От 25 до 35 гектаров территории пойдет под реновацию. На месте ветхого жилья вырастет новый микрорайон. И в целом поток привлекателен с точки зрения комплексного развития территории. Здесь, по мнению властей, хороший потенциал и по инженерной, и по социальной инфраструктуре. Есть очень много территорий, которые уже высвобождены от ветхого и аварийного жилья. И мы понимаем, что сегодня застройщики потенциально готовы вовлечь газостроительный оборот и предоставить взамен ветхого и аварийного жилья, который не признан еще в установленном порядке таковым, людям квартиры в новых хороших жилых домах для того, чтобы улучшить просто жилищные условия этих граждан. С проблемой адекватной реализации комплексного развития территории столкнулся не только наш край, но и другие регионы страны. Кто будет платить за социальные объекты, дороги – не только пока большой вопрос. И это повод для будущих встреч, диалога властей, застройщиков и общественников. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.